Всем привет! Сегодня я хотел вам с вами словами рассказать вот такое выражение как Суд Соломона и показать картины известных художников на эту тему. Вкратце было дело так. Жил-был царь израильский Соломон и однажды ночью к нему пришел Бог, который спросил Соломон, что бы ты хотел больше всего. И Соломон сказал, что я хочу обладать мудростью, чтобы правильно и достойно управлять своим народом. Конечно, это очень понравилось Богу и он наделил царя израильского необыкновенной мудростью. Доказательством того, сразу на следующий день была вот такая проблема. К Соломону пришли две женщины, каждая из которых претендовала на ребенка. Одна из этих женщин сказала, что когда она спала у другой умер ребенок, и та взяла ребенка живого, приложила к своей груди, а мертвого отдала женщине. И после этого утверждала, что ребенок ее. Они попросили Соломона разрешить эту проблему. Вот Соломон долго не думал, сказал Страшникову, возьмите-ка этого ребенка и разрубите его пополам, чтобы половина была одной женщине, а другая половина другой. И тогда та женщина, чей был ребенок, сказала, не делайте этого, царь, отдайте лучше той, которая соврала, пусть он живет у нее. А что другая сказала, да, рубить мне в общем-то все равно, не будет ни тебе, ни мне. Ну, после этого, конечно, ответа Соломон отдал ребенка матери. Вот такая вот история, которую я попробовал рассказать своими словами, и достаточно множество картин на эту тему. Посмотрите. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Сегодня мы узнали, что же такое суд Соломона. Все, пока, до свидания. Соломон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok